Добрый вечер! Это спортивные факты. Старт волейбольного Динамо в чемпионате России, хоккейные итоги и предстоящий Лига Европейский матч Краснодара обсудим. С футболой начнем. Уже завтра Краснодар проведет игру второго тура группового этапа Лиги Европы. Горожане принимают французскую Ниццу. Ну а сегодня прошла традиционная пресс-конференция. В ней приняли участие исполняющие обязанности главного тренера Игорь Шалимов и бразильский защитник Налда. Несмотря на нелегкий поединок в Москве с ЦСКА, быки к игре готовы. Идет Ницца на первом месте, соответственно в хорошей форме. Важные вещи для наших игроков, которые они должны знать, это как расположение игроков команды. Команда играет в три центральных защитника. Мы с такими командами в чемпионате России встречались не один раз. Это Ростов, фото крылья. Соответственно, ребята уже знают, как играть против такой схемы, что самое главное. Участие в игре точно не примут Маурисио Перейро, Павел Мамаев и Вандерсон. А вот Марат Измайлов и Вячеслав Подберезкин скорее всего на поле появятся. У соперников основное внимание будет приковано к итальянскому нападающему Марио Болотелли, но с ним защитники Краснодара постараются справиться. Итак, завтра вечером на стадионе Кубань большой футбол, Краснодар-Ницца, стартовый свисток, матча прозвучит в 20.00. Французский коллектив в своем чемпионате сейчас на хорошем счету. В лидерах более детально познакомит с Ниццей наш корреспондент Владимир Черкашин. У многих россиян Ницца ассоциируется с одним из самых известных курортов Франции. Но не одними пляжами Лазурного берега славится фешенебельный регион Прованс. Местная футбольная команда появилась здесь в 1904 году. В то время чисто футбольных клубов во Франции не было. Были клубы общеспортивные. Так из местного гимнастического кружка вырос футбольный коллектив. Спустя 4 года он стал отдельной организацией и 29 ноября 1908 года Ницца сыграла свой первый матч в истории. Орлят, именно так еще называют Ниццу из-за изображения хищной птицы на гербе города, назвать сверхуспешной командой нельзя. Но именно этот клуб вместе с Реном, Сашо и Марселем стоял у истоков первого французского чемпионата. Кстати, у клуба есть свой живой орел и кружит он над местной ареной Альянса Ривьера перед каждым домашним матчем. Самые громкие успехи у Ниццы пришлись на 50-е годы 20-го столетия. Четыре раза команда становилась чемпионом, при этом дважды стала обладателем Кубка страны. Последнее золото Орлята оформили более полувека назад, в 1959 году. И с тех пор на первую строчку турнирной таблицы они не поднимались. Были в историю команды и падение в низшие дивизионы, и возвращение в элиту. А последнюю большую победу французы добыли в 1997 году. Тогда они выиграли в финале Кубка страны у Гингама по пенальти 4-3. В прошедшем сезоне Ницца финишировала в чемпионате Франции на четвертом месте, что дало ей право впервые играть на круговой стадии Еврокубка. И в настоящее время эта команда наводит ужас на своих соперников у себя на родине. Судите сами, Орлята идут без поражений в своем первенстве и единолично возглавляют турнирную таблицу, опережая европейского монстра ПСЖ на одно очко. Такое прыти от крепкого середнячка вряд ли кто ожидал. Но с приходом небезызвестного в мире футбола итальянского форварда Марио Болотели дела, похоже, у клуба начинают налаживаться. Супер Марио, кажется, нашел свою команду и уже с лихвой утолил снайперский голод, забив 4 мяча в двух матчах национального чемпионата. Остановить его удалось лишь игрокам Шальки 0-4. В первой игре Лиги Европы команда Люсьена Фавро на своем поле уступила немцам 0-1. Возможно, не повезет Ницце и в Краснодаре. Последний раз французы в Еврокубках на выезде побеждали лишь в далеком 59-м году. А горожане, в свою очередь, опыт игры с французами имеют. В позапрошлом сезоне оба матча с Лилем закончились в ничью 1-1. Владимир Черкашин, Кубань, 24. Перенесемся в Олимпийскую столицу. Хоккейный клуб Сочи провел очередной матч КХЛ. В гости к Леопардам пожаловал Борис из Казахстана. В первом периоде сочинцы отличились дважды и столько же раз пропустили. Во второй 20-ти минутке забивала лишь одна команда. Сначала гости реализовали большинство, а затем умело действовали на добивание. В заключительном периоде коллектив Буцаева попытался вернуться в игру, но вновь допускал оплошности в обороне. Итоговый счет 6-3 в пользу Бориса. Следующий матч южане проведут уже завтра против Югры из Ханты-Мантийска. Начало поединка в 19.30. Волейбол на очереди. Первый матч нового сезона прошел в Краснодаре. Игроки краснодарского «Динамо» во дворце спорта «Олимп» бились с Кузбассом из Кемерово. Как стартовали белоголубые в чемпионате страны, давайте узнаем. В новый сезон с новым составом. «Динамо» сейчас не узнать. Остались лишь связующий Владислав Жлоба, а также доигровщики Максим Пантелеймоненко и Олег Центолович. И, видимо, такая перезагрузка пошла на пользу. Большую часть первого сета хозяева лидировали. Однако в концовке допустили ряд ошибок на приеме и уступили. 23-25. Во второй партии белоголубые продолжили упорную борьбу. Благодаря стараниям Александра Кемерова и удачной игре на блоке, счет в матче удалось сравнять. Во второй партии мы не справились с подачей Леонида Кузнецова. Он в прошлом году нам доставлял массу проблем, когда играл в Уфе. Это у него заколдованная подача. К сожалению, мы на ней провалились. В третьем и четвертом сетах подача Кузнецова проблем гостям уже не доставила. События развивались примерно по одному сценарию. В начале партии краснодарцы навязывали борьбу гостям. Но хозяева неудачно работали на приеме и в защите. Кемеровские волейболисты ошибки краснодарцам не прощали. Два раза по 19-25. Старт сезона не получился. Самое главное это была борьба. Это надо отметить. Ребята в этом плане молодцы. Но при этом допускали количество ошибок, недопустимое при игре именно с этой цепкой команды, с командой Кемерово. Теперь главному тренеру и команде предстоит готовиться к новому сопернику. 30 сентября «Динамо» дома примет Оренбургский «Нефтянник». Вернемся к хоккею. Только теперь в формате интервью с главным тренером хоккейного клуба «Сочи». Вячеслав Буцаев прямо сейчас в нашем эфире. Конечно же, это клуб «Сейска». Я считаю, что это, наверное, ну, так, если говорить нашим языком, да, это наш МГУ советского хоккея, который вовлял на тот момент наш легендарный, уже не ушедший, это Илья Васильевич Тихонов. Поэтому, если не каждый, то многие мечтали попасть в этот клуб. Это было и престижно, это было почетно, это был, наверное, пик вот того айсберга, хоккейного айсберга в нашей стране. Как попал, все достаточно просто. Начал я играть дома в команде второй лиги «Торпеда Тольятти». Потом ее переименовали команду «Влада Тольятти», которая вышла в первую лигу. Ну, подошел в возраст служить перед от Советской Армии. Клуб «Сейска» обратил внимание на талантливого паренька с периферии. Естественно, сначала, там, первые несколько дней, конечно, ты заходил и смотрел, как на небожители, на этих ребят, боялся поздороваться. Но, опять же, на то они и великие люди, что они никогда не ставили свое личное «я» выше, чем команда. Вот, наверное, этим на тот момент был силен ЦСКА, что все говорят, что такой дух ЦСКА, да, что там каждому помогали. Именно помогали в плане становления не только тренера, но и игроки. Завтра о спорте обязательно продолжим говорить. И пока прощаюсь, хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok